Внимательно посмотрите на это фото, это может стать знаковым, как в мире бывают в разных странах какие-то события и с них фотографии знаковые. Это 17 ноября 2020 года, Киев, протест предпринимателей. Вот это столько милиции, полиции ведет предпринимателя, то ли несет его, который платит налоги, чтобы содержать всю государственную машину. Посмотрите какая фотография, мрачные краски, выпадает первый снег, такой вот еще день, но уже темновато. Предприниматель в маске, у милиционеров черные маски и забрало. Он смотрит безнадежно вперед, те выполняют свою работу, зарплата позволяет и потом социальное пенсионное обеспечение льготное. Много полиции, ну тут посмотреть, что комментируют люди в социальной сети к этому. Вот фотографии, смотрите, поддержка малого бизнеса, Киев, 17-11. Вот пишут, а мы сумленно платим налоги для утримания циепетрымки. Вот первый комментарий. Потом, что тут дальше. Полицаи отримуют плотню с податки в цих людей, им еще клепки бракуя, чтоб сразумит, и чтоб бьют своих одувальникев. Но по-русски полицейские получают зарплату с налогов этих людей, им что клепки не хватает, чтобы понять, что они бьют своих кормильцев. Отвечают, у них отсутствует понимание причинно-следственных связей. На фото ответ, зачем Владимир тримает Арсена, держит Арсена, но зачем президент держит министра МВД, не меняет. Позор, и вы до сих пор верите, что мы не проиграли, вот пишет тоже читатель. Видите как. Ну туда ездили и херсонские предприниматели, и николаевские, потолкались с полицией и нацгвардией. Вот фотография раз, видите, херсон. Что-то там тоже они так вот усиленно. А вот еще фотография. Но люди хотят в карантин, чтобы отменили кассовые аппараты, выручка падает, все страны платят субсидии, помощь малому бизнесу и крупному бизнесу компенсируют. А у нас фактически только ужесточение получается, что им действительно с каждым клиентов теряется, а в воде эти кассовые аппараты. Хотя офшеры никто не трогает, а на офшерах миллиарды, что там один офшер потрусить, одного олигарха хватит вместо всех предпринимателей компенсировать. Но этого не делают, видите, потому что власть принадлежит фактически олигархии. И все, они пишут законы, они устанавливают правила жизни, а люди так теперь живут. Вот, все началось еще давно, когда с Кравчука стали люди меньше его контролировать. Кучма построил полностью олигархическое государство, и теперь какой президент не приходит, он ничего сделать уже не может. Уже все. Вот так вот получается. Будущее туманно, никто не может сказать, что дальше будет. Тут уже как большие игроки сделают действие, так оно и будет. Фактически от жителей Украины теперь уже вряд ли что зависит. К сожалению. Хотя самая богатая земля, могли жить богаче всех в мире. Богаче Швейцарии, богаче Польши. Все есть транзит, полезные ископаемые, черноземы. А кушаем в магазинах китайский чеснок привозим, да, и консервацию сельхоз китайскую. Грибочки, огурчики китайские. Это просто позор. Что нельзя открыть свой бизнес, к тебе придут десятки проверяющих, если ты будешь консервировать овощи. Разве так можно? Я сам когда-то производством пищевым занимался, я знаю, о чем говорю. Четыре года выпускал продукцию, столько бумаг, столько всего, это просто уму непостижимо. Так это еще было 1999-2003 год. Тогда еще как-то можно было все легально оформить, единый налог. А сейчас я даже не знаю, как производителям, а тем более новым. Спасибо. Спасибо. Спасибо.